с учетом маневров, выполняемых стрекозой в воздушном пространстве. Потом была взята на вооружение и техника полета стрекозы, и таким образом была разработана модель вертолета Сикорского. Одним словом, организм маленького насекомого заключает в себе проект на много превосходящие достижения человечества. Техника полета стрекозы и дизайн ее крыльев демонстрирует человеку очевидную истину. Но это маленькое насекомое является чудом сотворения, неповторимым великолепным шедевром искусства Всевышнего Аллаха. Тело стрекозы оснащено двумя парами крыльев. Эта система дает насекомому высочайшую маневренность. За очень короткое время стрекоза способна развивать поразительную для насекомых скорость в 50 км в час. К примеру, скорость же легкоатлетов, состязающихся на 100-метровой дистанции, достигает только 39 км в час. Другое немаловажное условие хорошего полета – это четкая видимость. Если полет не совмещен с превосходной системой видения, он становится очень опасным. Поэтому современные самолеты и вертолеты имеют на борту точнейшие системы дальнего видения. Стрекоза также оснащена высокоточной системой видения. Она имеет ровно 30 тысяч микроскопических глаз. Каждый глаз видит отдельную точку пространства. Информация, поступающая от этих глаз, обрабатывается в мозге, который по своей оперативности ничуть не уступает компьютерам. Благодаря этой системе стрекоза приобретает великолепную зрительную способность. А по своей маневренной способности стрекоза превосходит самые современные вертолеты. К примеру, она избегает столкновения с быстро движущимся навстречу грузовиком благодаря выполненному в последний момент маневру. Сейчас перед стрекозой две опасности. Она должна избежать удара о лобовое стекло движущегося навстречу автомобилю и одновременно уклониться от охотящейся за ней хищной птицы. Искусный маневр, и стрекоза легко справляется с этим. Одна из трудностей, с которой сталкиваются пилоты во время частых маневров в воздухе, это определение положения самолета относительно земли. Если после совершенного маневра пилот замешкается даже на секунду, эта ошибка может стоить ему жизни. Поэтому инженеры разработали специальный прибор, называемый гироскопом, который показывает пилоту искусственную линию горизонта. Летчик делает необходимые сопоставления и моментально определяет положение самолета относительно линии горизонта. Подобие этого прибора используется стрекозой уже миллионы лет. Перед глазами стрекозы проведена воображаемая линия горизонта. Благодаря этому она при полете всегда держит голову параллельно этой линии, независимо от того, под каким углом находится ее туловище. При изменении положения тела насекомого оказывается механическое воздействие на волоски, расположенные между головой и туловищем. Нервные клетки у основания волосков передают летательным мышцам информацию о положении стрекозы в воздухе. А летательные мышцы автоматически регулируют скорость и число взмахов крыльев. Таким образом, даже при сложнейших маневрах стрекоза не теряет контроль и направление своего полета. Это система настоящее чудо инженерии. И здесь человек, обладающий разумом, должен глубоко задуматься. Ведь стрекоза это по сути маленькое насекомое, даже не подозревающее о превосходстве имеющихся в нее систем. Кто же разместил в организме этого насекомого сложнейшие летательные и оптические системы, служащие примером для подражания самым профессиональным инженерам? Кто наделил стрекозу безукоризненными крыльями и приводящим их в движение моторами, а также превосходной системой видения? Чьим шедевром является этот бесподобный дизайн? Дарвиновская теория эволюции, пытающаяся объяснить происхождение жизни случайными совпадениями и изменчивостью условий природы, хранит перед этими вопросами полное молчание. Поскольку появление всех этих систем в теле стрекозы путем эволюции, то есть за счет случайностей и поэтапных видоизменений, совершенно невозможно. Дело в том, что для обеспечения жизнедеятельности насекомого все эти системы должны появиться одновременно и без малейших недостатков. И самая первая на планете стрекоза должна была появиться с теми превосходными механизмами, которые существуют сегодня. Данные ископаемых останков, которые проливают свет на историю мироздания, как раз таки подтверждают эту истину. Данные свидетельствуют о внезапном появлении стрекоз на нашей планете. Эта окаменелость возрастом в 320 миллионов лет принадлежит самой древней из известных нам стрекоз. в наслоениях более ранних периодов нет ни одной окаменелости существ, похожих на стрекозу. Более того, данные ископаемых останков показывают, что с момента своего появления стрекоза не претерпела никаких эволюционных изменений. Самые древние окаменелости стрекоз ничем не отличаются от современных сородичей. Эта окаменелость возрастом в 140 миллионов лет ничуть не отличаются от своего современного потомка. Все эти факты в очередной раз доказывают несостоятельность теории эволюции и свидетельствуют о том, как именно произошли на Земле и стрекозы и все живые существа, населяющие нашу планету. Каждое живое существо это творение и свидетельство существования Всевышнего Творца Всевышнего Аллаха Господа Миров. Никто кроме Аллаха не способен сотворить даже обыкновенные мухи. Эта истина сообщена нам в Коране. О, люди, вот вам притча, послушайте ее. Воистину те, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, не сотворят и мухи, хотя бы и собрались вместе для этого. Если муха похитит у них что-нибудь, они не смогут даже отобрать у нее это. Слаб и тот, кто просит, и тот, у кого просит. Истина божественного сотворения жизни. Существа, о которых поведал этот фильм, лишь некоторые из чудес великого замысла в природе. В действительности все живые существа на планете оснащены необычайными особенностями, и каждая из них в отдельности являет собой свидетельство безграничной мудрости, знания и величия искусства сотворения жизни Всевышнего Аллаха. И главная задача человека в том, чтобы суметь увидеть эти превосходные творения, окружающие нас повсеместно, и осознать их истинное предназначение. Аллах повелевает нам размышлять о цели нашего сотворения и извлекать из его знамени в жизни необходимые уроки. Ведь не спослано нам в Коране повеление «Ступайте по земле и посмотрите, как он создал творение в первый раз. Потом Аллах воздвигнет для вас и вашу последнюю обитель» Воистину Аллах властен над всем сущим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok